Зачем и почему случаются гражданские войны? О причинах кровопролитной гражданской войны между белыми и красными в 1918-1920 годах еще долго будут спорить историки. Неоспорим лишь тот факт, что гражданская война античеловечна по своей природе, разрушительна в своих последствиях. 98 лет назад вместе с отступающей добровольческой армией генерала Деникина с израненным телом и истерзанной душой на южно-русскую землю прибыл Евгений Николаевич Трубецкой. В Новороссийске он нашел свое последнее пристанище. Я прямой внук Евгения Николаевича Трубецкого. Мой отец Александр Евгеньевич был военным. Он служил в царской армии, в гвардии всю Первую мировую войну. И потом служил, конечно, в гражданскую войну, участвовал в попытке спасения царской семьи. Евгений Николаевич Трубецкой оставил в российской истории миротворческий след. Как истинный христианин он проповедовал веру в православное всеединство. Революция и гражданская война внесли фатальные коррективы в его судьбу. И лишь теперь его вера в объединяющую силу любви приносит свои плоды. Через 98 лет после кончины философа, в его 155-й день рождения, прямые потомки князя Евгения Трубецкого склонили головы в молитвенном единении. Вера должна нас объединять. Это сейчас особенно важно говорить, когда у нас над православием грозит раскол. Гражданская война – один из самых трагических периодов российской истории, когда была не только повержена вера в царя и отечество, лучшие умы, интеллектуальная элита на многие десятилетия была вынуждена покинуть родину. Я родился уже после войны в 1947 году. Получил образование во Франции, женился во Франции. У меня четверо детей. Эти два сына, которые со мной приехали, они уже живут и работают в России, в Москве. Так что я всегда горжусь тем, что когда был период, когда наши русские умы уезжали за рубеж, я чуть-чуть обратно пополняю своими сыновьями. И очень рад это делать. В администрации Новороссийска Александра Трубецкого, его супругу Екатерину и сыновей Владимира и Николая встречал председатель городской думы Александр Шаталов. Вся история россиян, связанная, конечно, с фамилией Трубецкого, в всех сферах деятельности. Потому что философия для всех людей, и науки, и философы, и как общественные деятельности. Потому что Грия Николаевича, Доминика личности. Кстати, Пушкин в свое время говорил, что уважать своих предков – это не только полезно, но необходимо. И это как бы обязательство. В ходе встречи вспоминали и о том вкладе, который внес в развитие русского права профессор Евгений Николаевич Трубецкой. О тех, основанных на любви к родине и соотечественникам, философских, православных и общечеловеческих ценностях, проводником которых он был. Для нас это бесценное сокровище, его наследие. И как написал его младший брат в письме семью Москву, так он лежит на русской земле, на самом ее краю у моря. И в истории русской мысли Новороссийск теперь запечатлен памятью Евгения Николаевича Трубецкого. Этот визит семьи Трубецких в наш город первый и наверняка не последний. И благодаря той миссии, которую несет руководитель франко-российского альянса, добрая слава о патриотичном и гостеприимном городе Герои Новороссийске разлетится по всей Европе. В период очень сильной русофобии, которая царит у нас на Западе, показывать французам, потому что я живу во Франции, совсем другое лицо России. Вот чем мы и занимаемся в основном. Делаем конференции, показываем фильмы, делаем концерты, делаем встречи и так далее. Вот это моя главная роль теперь. Ирина Ищенко, Андрей Супрунов, Новая Россия.